Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В отношении к гражданам стала ситуация вокруг, не удивляйтесь, московского мусора. Уже больше года по всей России проходят вот такие митинги. Причина недовольства граждан – мусор из Москвы, который с прошлого года развозят по регионам, образовывая все новые и новые свалки, которые уже грозят экологической катастрофой. Все нечистоты, которые будут образованы, они пойдут по нашим рекам. Вся питьевая вода будет отравлена. А началось все с одной свалки под Москвой и желание Путина сыграть роль хорошего правителя. 20 километров от Кремля находится огромная свалка, самая большая в Московской области. На полигон Кучино свозили мусор из многомиллионной столицы целых 50 лет. Эта свалка заметна уже из космоса, она примерно 50 гектаров и приближается к окружающим домам. Москва, как говорится, не резиновая, как и мусорный полигон. В какой-то момент отходов стало слишком много. Эти мы всем дышим. Рвота, тошнота постоянная. Что нам делать в этой ситуации, мы не знаем. Обращение к вам – это последняя надежда на все. Тогда по приказу Путина скандальную свалку в Балашихе закрыли. Но это не стало спасением. Ведь мусор-то появляться не перестал. В Москве образуется 20% всего российского мусора, 8 миллионов тонн отходов в год. В Кремле приняли решение начать так называемую мусорную реформу. Мусорного коллапса удалось избежать. Опыт в Московской области, где проблема мусора стояла особенно острая, и где власти начали успешно ее решать, теперь будут перенимать и другие регионы. Но заключается она отнюдь не в поиске новых способов утилизации отходов, не в сортировке мусора и даже не в строительстве экологичных предприятий по переработке отходов. Согласно так называемой реформе, столичный мусор просто было решено перенаправлять в другие, менее загрязненные регионы России. Весной 18-го мусор из Москвы стал появляться в подмосковных Волоколамске и Коломне. Позже к списку городов-свалок добавился небольшой поселок Торбеево и крупный город Ярославль. Жители этих городов, конечно же, своеобразной реформы не оценили. Там, где появлялся столичный шлаг, вспыхивали так называемые мусорные бунты. Происходит самый настоящий захват наших территорий, который связан со строительством полигона и мусоросжигающего завода. И мы все боремся за то, что мы хотим жить, а не выживать на нашей земле. Но и это не заставило псевдодемократическую власть прислушаться к глазу народа. После мусорных протестов в Подмосковье было решено просто переместить мусор еще дальше и построить для столичных отходов 11 полигонов на северо-западе России. Первым стал ШИЕС на границе Архангельской области и Республики Коми. Строительство свалки тихо и незаметно началось возле углубленной в поморские леса ЖД-станции. Власти решили, что удобно будет привозить мусор на поездах и сбрасывать их в глухом лесу. Кстати, о том, что посреди лесхоза началось строительство, местные жители узнали случайно. От охотников, которые проходили мимо. Туда планируется свозить мусор из Москвы. Причем в течение 20 лет. И до 500 тысяч тонн отходов ежегодно. Ради столичного мусора вырубили несколько гектаров леса. И быстренько закатали в бетон. Кстати, разрешения на это строительство нет до сих пор. Вот это все было вырублено незаконно. До сих пор нет документов на лес вырубки. Без проекта, без изысканий, без общественных слушаний, да и вообще без особых церемоний на станции ШИЭС началось это масштабное строительство. Когда возмущенные жители обратились к местным властям за разъяснениями, свалку им преподнесли как долгожданные инвестиции в регион. Мол, радоваться надо, а не критиковать. К сожалению, бюджет на 2019 год утвержден с дефицитом 3,5 миллиарда рублей. Поэтому мы не правы отказываться от инвестиций. Если понимаем, что польза реализации этого проекта будет... У вас нет права выбора, вы заносите. Согласно проекту, московский мусор, спрессованный в брикеты и замотанный в полиэтилен, будут привозить на новый полигон, который пафосно назвали «Эко-технопарк». Но при ближайшем рассмотрении проекта становится понятно, что это будет самая обычная свалка. Просто с модным названием для прикрытия. В Наши исповезут несортированный прессованный мусор, который станет угрозой. Мусор, который будет находиться в этих пакетах, это маленькая бомба. Потому что без присутствия кислорода выделяется метан, выделяется сероводород, надувает эти пакеты. Это все рванет. Рванет так, что нам мало не покажется. Жители Архангельска, которые на тот момент уже успели насмотреться на Волоколамск и Коломну, отказались воспринимать мусорное соседство как манну небесную. Это же делается специально для того, чтобы не делать нормальной мусорной переработки, не делать нормального мусорного полигона, просто приедут и высыпят. И на этом заработают денег. Сегодня маленькая точка на границе Архангельской области и Коми похожа на зону боевых действий. На всех подъездных к стройке дорогах местные жители организовали блокпосты. Вот у нас тут палатки, и все, народ живет, физически бытует. И наблюдает за одно, за это самое, за правопорядком на станции 6. С декабря 2018 года на месте стройки активисты несут вахту. Они перегораживают дорогу для подвоза материалов и топлива. В активную фазу боевых действий война за чистый воздух перешла в ночь с 14 на 15 марта. Через пост активистов попытались проехать два грузовика. Дорогу им буквально расчищал экскаватор. На пути к Ковшане повезло оказаться не только вагончику. Под пресс попал даже один из протестующих. Спасти мужчину удалось лишь навалившись на кабину водителя, который, по свидетельствам очевидцев, был еще и пьян. Но приехавшая на место событий полиция завела дело не на рабочего, устроившего побоище, а на активистов, пытавшихся спасти свою жизнь. Якобы это активисты напали и даже покалечили невиновного водителя-экскаватора. Наутро в соцсетях распространилась информация, что Козлова на протяжении трех часов избивали активиста, привязав к дереву. При этом нет никаких видео. В МВД заявили, что у водителя Козлова диагностирован перелом позвоночника, а главврач, в свою очередь, что у Козлова была закрытая черепно-мозговая травма. Правда, местные журналисты позже сняли Козлова спокойно ходящим по больнице. А вы можете ходить, да? Везде пишут, что у вас перелом позвоночника. Еще одна баталия, на этот раз словесная, развернулась во время встречи лидеров профсоюзов области с губернатором. 96% жителей Ахтайской области, в против всех вот этих решений правительства пошире, совсем с валком, у вас она не настрадала. Ну их нафиг, в принципе. А всякая шелупонь, которую здесь никто и звать никак. Пытаются меня называть непонятно кем. Вот оно, отношение власти к народу в чистом виде. А всякая шелупонь. Вооружившись этим словом, жители Архангельской области вышли на митинг 7 апреля. Выберите! 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 Аналогичный протест прошел недавно, 2 июня, в республике Коми. Владимир Путин, высший главнокомандующий, объявил в республике Коми войну. Именно он является самым большим сторонником строительства мусорного полигона на Шиесе. Претензия протестующих проста и понятна. Они не хотят, чтобы ежедневно рядом с их домами выгружали по 80 вагонов отходов, упакованных в полиэтилен. И они сами предлагают адекватное решение. Претестующие требуют ввести законодательный запрет на межрегиональные перемещения несортированных отходов. Законодательно исключить сжигание способов обезвреживания отходов. То есть не строить мусоросжигательных заводов и ввести обязательный по закону раздельный сбор мусора и переработки вторсырья. Вполне адекватные требования, которые давно действуют в цивилизованных странах. Но на введение действительно эко-сбора и переработки нужны большие деньги. А их, как известно... И чтобы усмирить пыл активистов, власти в очередной раз проявили чудеса демократии, буквально вернув Архангельскую область в 1933 год. Полиция задерживает все новых и новых участников протеста. Среди попавших под репрессии самые разные люди, в том числе журналисты. Архангельский журналист издания «Свободная речь» Дмитрий Сёкушин получил второй штраф в размере 200 тысяч, как активист. Общая сумма штрафов сейчас составляет 755 900 рублей. Кроме того, активистам назначено 290 часов обязательных работ. Только вдумайтесь! Больше года россияне из разных уголков страны выходят на митинги. Требуют остановить хаотичное разбрасывание мусора по России и ввести систему утилизации, которая не вредила бы экологии. Но власть упорно игнорирует глаз народа. А граждан за простое желание дышать чистым воздухом и не пить отравленную воду задерживают, штрафуют и даже давят экскаваторами. О какой демократии можно говорить в этой стране? Продолжение следует...